Лия, здравствуйте, ну-ка скажите зрителям, куда мы едем? Мы уже почти приехали к Лии. Говорите Лия громче. Мы уже почти приехали к Лии. Прекрасная похода, нас здесь ждет и чудесно. Абсолютно чистый. И в Финляндии не увидите вторую такую церковь. Все они старались получить большие права для экспорта и импорта продуктов. И поэтому в евайской пути хотели показать, что они играют довольно важную роль в экономике Лиянии. Большой механический орган в мире. Есть органы и побольше сегодня, но это современные и непеределанные. Этот механический значит, что органист, нажимая на клавишу, открывает клапан в трубе и звук. Там воздух попадает и рождается звук. А в современных органах это делают электромагнеты. А здесь механический нужно, это труднее. Вы сбросите прорижский, рижский полумеханический, да? Он уже на моторах работает. Ну, моторы для воздуха здесь тоже. Да, но здесь уже не надо мужикам работать. Да? Да. Тоже красиво. Да. Музыка. 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 Светлая Саламидзе Базнице, который находится в Тиргусе. Светлая Саламидзе Вэйе ладенка Вэйе ладенка репчанка Салейст Sa�� Подноси Нет Групнее, когда человека Координация Да. Ну, это не так. Руки с головой. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз. И теперь, когда я делаю это место, я делаю это место, когда я делаю это место. КОНЕЦ 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 В Лепое в церкове Святой Троицы. Это кафедральный собор. И здесь находится самый большой в мире механический аркад. Никогда, никогда не переделывай. Мы в Лепые и идем на обзорную экскурсию. Где-то примерно 60 тысяч находится здесь сейчас. И мы с вами сейчас находимся на главной площади города. Это Рожу, Лаукумс, Розовая площадь, площадь Рос, как ее тоже называют. И появилась она в 1910 году. До этого здесь был рынок. Что от рынка сохранилось? Видите, две башенки мясных рядов. Здесь продавали продукты, здесь продавали... По всему городу 4 нотных маршрута. Потому что Лепые это город музыкантов. Не только город литров, не только город песка. Не только город красивых трамваев, но еще и город музыки. Поэтому, если вы сами приедете когда-то в Лепые, будете гулять здесь, вы никогда не забудетесь. Вы идите просто по ноткам вперед и найдете всегда дорогу назад. Потому что это место изначально под Ливонским орденом. Ливонский орден все время конфликтует с епископом. И епископство хочет это место забрать себе, потому что здесь очень много янтаря. Но что тут особо можно было делать? Рыбу ловить? Все. Потому что здесь протекала речка Лива. Это XIII-XIV век. И когда-то давно здесь вообще было море. А когда море отошло, оно образовало озеро наше Лепойское. И такая речка, она все время меняла свое течение. Текла через... Потому что получается, что... Представьте, какой это Лепойский театр. Без преувеличения скажу, что это самый лучший театр в Латвии. Если у вас будет возможность, обязательно сходите и посмотрите какую-нибудь пьесу, постановку. И появилось это здание в 1912 году для немецкой труппы. Ну, как я говорю, немцы здесь главное, да? Очень долгое время. А латыши... У них труппа, ну, по разным помещениям, как говорится, скиталась. И в той стороне был такой маленький театрик. И в Новой Лепой тоже в конце XIX века было. А поскольку началась Первая мировая война, потом немецкая оккупация, немцев отсюда поперли, да? И получается, что это первый театр для латвийской труппы в Латвии вообще был, да? Труица, 1868 год. Самая старая православная церковь здесь, в Лепой. Чем она знаменательна? Ну, во-первых, она до сих пор действует. И наконец-то до нее дошли руки. Ее восстанавливают, потому что очень-очень грустно она выглядела еще недавно совсем. Но я думаю, что сейчас все поменяется. Священнослужитель, батюшка из этой церкви спасал евреев во время войны. Так что там очень такой, ну, человек чести был. И об этом мы всегда тоже вспоминаем. Вот это вот желтенькое здание, которое находится перед вами, оно сначала принадлежало бургомистру в начале XVIII века, но потом оно стало приютом для сирот. Здесь разместили сирот. Улицу назвали Сиротской бариню. До этого она была песчаной. Смелшу. И разместили сирот на деньги меценатов Хики и Виттера. Боровка и релкопо. Если, чтобы мы по машинам не хотели ездить, когда мы начали переходить, там себе и наоборот. Именно здесь. По снухам, здесь был единственный туалет в городе. На городе, видите, я остановилась. Все было очень дорого. Заказывала нам самые дорогие яства, рябчиков, апельсины. Все это мадам Хойер документировала. А вы думаете, он заплатил? Нет, нет. За две недели, пока он здесь прожил, он не заплатил ни копейки. Мадам Хойер, это Меуми, предоставила, никуда она ему не пришла, на городской думе. Городская дума вывернула все карманы, чтобы все это платить. Как есть, так есть. Но это не единственный раз, когда он здесь гостил. Ну, конечно, сейчас все это восстановлено, но это восстановлено по возможности с аутентичными материалами. То есть заказывали у кузнецов такие же детали, заказывали у различных ремесленников такие же вещи, какие были здесь. Ну, мы так думаем, что туалет, скорее всего, вот тут был. Вот сейчас он там в погребе, у них совсем по-другому все сделано. Но очень интересная постройка с различными, видите, дополнительными пристройками, в которых могли жить слуги. А вообще, мадам Хойер была очень богата. У нее муж, когда умер, у нее имущество было до самого конца вот этой улицы. Когда-то были ниже, немного одинаковых дома. Вот эту вот землю, кусок земли купил богатый еврей Никобович. Это 19 век, самый конец. Тогда, если человек... В мировой войне было 4 трамвайных линии. Мышь и трост тоже немножко по-другому выглядит. Но, видите, времена меняются, все меняется. Люди, посмотрите, как одеты. Это начало 20 века. Здесь, опять же, застройка порта, которую мы все практически потеряли. Во время войны, что первое помпят? Это порт, железнодорожные узлы, да? То есть, порт. Ну, очень мало что сохранилось. Но и там, возможно, увидеть какие-то некоторые здания, которые можно сравнить с сегодняшней современной застройкой. Улицы шли сюда, зашли сейчас вовнутрь, да? Этого здания еще не было. И потом это все переносится уже на рынок. В ту сторону, напротив церкви Анны. И здесь делают красивую площадь роз. Дома, в которых в орнаментах акценты растительные и животные. То есть, вы можете увидеть даже фламинго. И по этой улице зерно доставлялось в сторону центра. Здесь, как вы видите, дома уже не такие богатые. Есть кирпичные, есть деревянные. Это дома для рабочих, которые здесь работали на заводах. Если в начале 19 века в Лепое жило 5000 человек только, то когда начал развиваться порт, построили железную дорогу 52 завода и мануфактуры. Сюда начали приезжать деньги, люди, чтобы заработать деньги. И, естественно, всем им надо было где-то жить. Поэтому они снимали комнатки или маленькие квартиры здесь, в Новой Лепое. конечно, это все было без удобств. Здесь было много бань, много вшей тоже было, всякое бывало. Здесь очень много церквей, больше, чем в Старой Лепое, где мы с вами были. А почему? Потому что мужчины работают тяжело, женщины со многими детьми дома. Женщины могли работать, но платили им мало. Работа была на фабриках очень тяжелая. Поэтому они сидели дома, занимались с детьми, дохода никакого в семью не приносили. А что мужики делают? Работа тяжелая, образования никакого, прикладываются очень часто. Где женщины будут искать отдушину? Конечно, в церкви. Поэтому каких тут только церквей нет. Начиная от методистов, заканчивая православными. Так что вот таким вот образом здесь все происходило. Академия находится в составе Российской империи. И у власти тогда император Александр III. За время его правления не было ни одной войны. И он принимает решение здесь около Лебавы, так Лепу и называли, строить новую военно-морскую базу для охраны границ от врагов. Почему он выбирает наш город? Здесь открытое море, которое никогда не замерзает. Есть место разместить весь флот Российской империи. Совсем недалеко от нас находится Клайпедаль, это тогда немецкий город Мемель. А с немцами отношения Российской империи просто прекрасные. Они родственники, лучшие друзья, лучшие партнеры. Экспорт-импорт процветает. Немцы сюда присылают бетон и цемент, помогают строить военный порт. Очень хорошо, что они будут рядом. И еще одна причина, почему строят именно здесь, это любовь, как всегда. у Александра Третьего, жена Дагмара, датская принцесса. Отсюда до Дании только 500 километров, значит, можно Данию всегда от врага защитить, к тещи на блины съездить. Быстренько он был большим путешественником. сейчас прямо мимо заправки вот туда, ну как налево получается, да? И поэтому в конце 19 века здесь начинается грандиозное строительство и строят, конечно, не только сам военный город, строят различные военные объекты, которые мы сегодня увидим, и канал, коросты, северный мол, строят всю фортификационную систему вокруг Лебавы, это Лебавская крепость, и все это происходит очень быстро, буквально за 15 лет здесь уже абсолютно отдельный город от Лебавы, со своей инфраструктурой, со своим водоэнергоснабжением и управлением, город называют порт императора Александра Третьего. Тратят на построение города огромные деньги, 85 миллионов золотых российских рублей, на наши деньги сегодня это 29 миллиардов евро. Когда здесь все строят, это строят в одно время, потому что сюда зайдет армия, им всем нужно где-то жить, город должен быть полноценным, как город, со всей инфраструктурой, поэтому дома растут здесь, как грибы. Мы с вами заезжаем сейчас в Коросту, и первый район, мимо которого мы с вами будем проезжать, называется Тосмары. Он был тоже построен в царское время для жителей, которые работали на судоремонтном заводе, который находился здесь, в самом начале Коросты. Вы можете посмотреть направо и налево, насколько все это выглядит гармонично, весь этот комплекс, из домов, из красного кирпича, которые производил Клепенин, который на этих кирпичах заработал много денег, построил свои особняки, и до сих пор в этих домах живут люди. Но вот здесь мы очень ждем преображения, потому что это бывшие склады для непродовольственных товаров, и, к сожалению, они когда-то были разграблены. В 90-е годы наши же люди все это, как говорится, все, что плохо лежало, все брали. зашло, и, естественно, нужны были квартиры. Что осталось от царского госпиталя? Единственный павильон, который не разграблен, это хирургический, с левой стороны от вас, и посмотрите, кресты наверху, да, здесь был самый первый рентгеновский аппарат в Российской империи. Опять все самое первое, нам это нравится очень. Родильное отделение разграблено, как вы видите, да, к сожалению, а всего было 6 таких корпусов. В 1905 году, когда здесь этот павильон достраивался, произошел бунт матросов, Россия потеряла весь свой флот в русско-японской войне, плюс люди были недовольны коррупцией управлением государства, поэтому они взялись за оружие. Оно теперь у нас достоянием туристов является, да, и никогда, по идее, не выполняло свои функции. Эта крепость получила гран-при на выставке во Франции в 1900 году, то есть это инвративная очень постройка. море, 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 двух адмиралов, один отвечает за движимое, другой за недвижимое имущество, вот он красивый, с этой стороны собор, к которому мы поедем, да, видите, мы вокруг все время ездим. Если вы инженер-строитель, как вы отделите город от военной базы? мостом, мостом, строим канал, сколько, я говорила, человек строит коросты 10 тысяч, 2,5 тысячи с лопатами с той стороны и 2,5 тысячи с лопатами с той стороны, с лопатами, прощения, вот припасной каналу, а ширина канала в самом широком месте 200 метров, а в самом узком месте 130 метров, опять 130, да, глубина 8 метров и длина канала 3 метра вместе с доками. В самом конце канала находятся доки, где и сегодня ремонтируют корабли, и корабли проходят технический осмотр. Остоль, да? Разводной мост разводится вот этими лебедцами в течение 5 минут. Конечно, сейчас все это разводится с компьютером, да, но если сломается, то за 5 минут двое мужчины на одной стороне, на второй стороне крутят и разведут мост. Мост цвета воды, тогда серо-голубой, почему мост не может быть? Можки, сцена была, куда приезжали из Санкт-Петербурга артисты, то здесь все было очень-очень, ну, можно так сказать, роскошно, шикарно. Здесь жила практически интеллигенция. Посмотрите, какие царские офицерские дома, которые тоже потихонечку восстанавливаются. Практически у всех домов уже есть собственники. Может быть, не так быстро все это происходит, но дальше мы там будем ехать, вы увидите, что там уже живут люди. Посмотрите, какие бульвары помощенные, да? Это самый центр военного порта. На каждом здании свой орнамент. Каждое здание отличается друг от друга. И это действительно было место, где жили, ну, можно так сказать, люди с очень хорошими зарплатами и цвет российской царской армии. самый большой в честь Бога четыре апостолам и звонницей Иоанну Крестителю. Может быть, вам повезет, может, он станет звонить, иногда звонит очень красиво собор. И сам собор построен, посмотрите, из красных кирпичей, видите, там внутри можно видеть красные кирпичики. Обложен он желтым дорогим кирпичом фабрики Нестерова, которая была в Риге. Подходим немножечко поближе. Останавливаемся тут и здесь мы уже видим поближе. Посмотрите, вы там видите, с той сторони в левой от вас внизу кирпичи как будто оранжеваты. и в Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok